Девушки отдыхают Здравствуйте, Эвелина Григорьевна. Ой, ну что вы. Нет, конечно, мы же с вами договорились. Вы можете приходить в любое время дня и ночи. И потом можно просто Эвелина. А, да, хорошо. Да? Ну, Валерочка, давайте. Да ничего, ничего, не беспокойтесь. Я сейчас чего-нибудь принесу. Не беспокойтесь, это я вот вам принес. Это мне? Вам. Подождите, я в таком виде. Сейчас, одну минуточку. Ладно, одну минуточку. Сейчас. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади, моя тоска. Вот он я, привет, войска и перельсы поезда. Как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке. На какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки. Ты сам попробуй изучи. Для печали нет причин. Не просто быть собой, Когда шагает строй. Только сердце птицы бьется, И ликует, и смеется. И ему не удается Под конвоем петь в пуды. Знать бы, что там впереди. Где-то течет река, Где-то дом, где все ждут нас назад. Эта игру слегка, Просто ветер щекочет глаза. Ну, давайте ваши цветы. А, да, вот. Ой, какие красивые. Ой, какие красивые. На стадионе рвали? А, я... Я тоже там все время рву. Там самые красивые растут. Валер, знаете, У меня есть одна знакомая. Ну, я и мужчина тоже. Дарит, 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 дарит цветы. А дальше ничего не происходит. А я-то вот как раз хотел Вас сегодня пригласить После работы в Многокультурное заведение. Ну, если, конечно, бы не заняты. Я свободна. Валер, ну, если там дорого, я... А, я не знаю. А они только сегодня открылись. А, ну, за такое удовольствие Никаких денег не жалко. Ой. Эвелинка, у тебя чая в пакетах много. О, лейтенант, здорово. Здравия желаю. А ты что, перекусить зашел? Да вот, да. Зашел. А времени-то маловато. Так я думаю, Потом как-нибудь попозже загляну. Ну, счастливо. Пока. Ух ты. А, букетик. Подарил кто? Я сама нарвала на стадионе. На стольки буду ставить. Ой, а ты знаешь, я хотел бы посмотреть, как ты в таком халатике на стадионе цветы рвешь. Так ты что приперся сюда? Как, что, за чаем? Чего ты приперся сюда? Фамилия? Местеров. Ага, точно. Майка, полотенце, портянки. Так, Папазогова. Зачем тебе три портянки? Товарищ Ефрейтор, у меня правый сапог большой. И с одной портянкой нога выскакивает. Возьми сапоги на размер меньше. Я пробовал, на левую не налазит. Слушай, как тебе такое в армию взяли? Давай сюда. Так, Майка, полотенце, портянки. Так, ты куда полез? Берем полотенце. Товарищ Ефрейтор, оно порвано. Ничего на твою физиономию хватит. Можно поменять? Нельзя, потому что полотенец по количеству солдат. Не тебе, так другому достанется. Но товарищ Ефрейтор... Слушай, это лотерея. Сегодня тебе не повезло, завтра он это. Папазогова. Все, бери. Посторонись. Лавров, проблемы? Да вон у него полотенце древое. Ха, детский сад. Ну да. Ну подожди, подожди, я тебе сейчас другое получу. Да ладно, мне всего на пару дней. Ты что, забыл? Я в отпуск уезжаю. Тебе по статусу положено. Бери. Везет вам, товарищ Ефрейтор. Ты про что? А, про отпуск? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да нет. Нет, это я про лотерею. Ириша, твой грибной суп супер. Это что-то с чем-то. Не что-то с чем-то, а крупа с грибами. Ира, не говори так. Это же надо уметь так все смешать. Смешать. Витя. Угу. Тут мама твоя звонила. Да? Да. И что? Говорила, что соскучилась. Спрашивала, когда мы с тобой приедем. Ириш, ну, а как приедешь с этой службой-то? Ну, вот я ей так и сказала. А она что? Она сказала, что если Магомед не идет к горе, то гора идет. Чего, приедет, что ли? Да, на выходных собиралась. Нет, ну, в принципе, конечно, отлично. Хорошо, я бы сказал. Неплохо. Очень плохо, конечно. Ну, ничего. А у меня дежурство, кстати. Да что? Вот так вот. Так я даже... Ничего. Значит, угостишь ее грибным супом. Вот пусть знает, как у меня жена умеет готовить. Спасибо, Ириша. Ой, все, Ира, я полетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чем сегодня думаешь заняться? Ну... Так, Ириша, сходи в магазин. Купи себе чего-нибудь. Тебе денег дать? Да нет, не надо. Я думаю, ворка зимусь. Ведь мама приедет. Надо же как-то тут вот... Мама же приезжает. Ну ладно, я понял. Стой. У тебя парка хозяйственный день. Что-то в этом роде. Тебе солдат выделить? Взвод? Два, три. Роту? Да нет, сама справлюсь. А может, дивизию? Шучу. Все, мой хороший, до вечера, пока. Давай. Лавров. А ты почему торс не моешь? Не хочу ходить мокрым, товарищ лейтенант. А полотенце тебе на что, вытришься? А дырками, товарищ лейтенант, вытираться нельзя. Тебе нельзя. Ефрейтор Соколов. Я. Объясните мне, пожалуйста, что это такое? Это полотенце дырявое. И ты так спокойно говоришь, что оно дырявое? Оно что, должно быть таким? Товарищ лейтенант, но у меня в роте 34 солдата. Мне привезли 34 полотенца. Какие вопросы? А вопрос здесь один. Почему у стариков полотенце целое, а Лаврова дырявое? Ну, не повезло. Не повезло. А тебе везет? Ты когда последний раз писсуары мыл? В каком смысле? Я спрашиваю, когда ты последний раз в наряд ходил? Что за шум? Не слышу, Соколов. Не помню. Не помнишь? А может быть, тебе напомнить? Влепить тебе два наряда вне очереди. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Да вот. Ну? Старикам целое, молодым дырявое. Вот это да. Вот это да. Соколов, ну-ка быстро простынки взял и положил вон туда. Быстро! И полотенчики туда тоже. А сам вон отсюда. Быстро! Есть. 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 Ну, давай. Поговорим. А? А? Ну, что, поехали. КОНЕЦ Слышь, лейтенант, что ты с этим полотенцем, как баба на базаре, а? Товарищ старший прапорщик, я, между прочим, старше вас позвонил. Я тебе по возрасту старше. Садись и слушай. Садись, садись. Послушай меня, товарищ лейтенант. Вы у нас уже месяц счастья. А все не можете никак духа от деда отличить. Это как? Товарищ старший прапорщик, я считаю, что дедовщина в армии это... Вот. Ты меня просто послушай. Просто возьми и послушай. Ты ведь сюда с чем пришел? Со своим уставом, да, вот здесь? Надо меня от всех, чертовой матери, да? Сандатала мать! А здесь система, понимаешь? Система, которая веками здесь складывалась. А ты ее хочешь заменить, да? Зачем? Как ты ее изменишь? Ты ее прочувствовал? А? А зачем? Зачем, если ее все равно менять нужно? Тьфу ты, е-мое! Да как же ты ее будешь менять, если ты ее не понимаешь и не знаешь? Как ты будешь менять? Почему я это не знаю? Выслушай меня, лейтенант. Вот если рядовой без разрешения сходит в чипок, его потом собственные сожрут. Понимаешь? Сожрут. А если старшего по званию заставить мыть унитаз, потом тоже сожрут. Потому что здесь у каждого свои функции, свои обязанности. Ты это понимаешь? Не надо здесь шашками махать налево и направо. Послушайте, товарищ старший по возрасту. Я, между прочим, тоже не с улицы пришел. И за пять лет в училище насмотрелся, знаете сколько, и понял, что в армии... Галстук поправь. Фу, ну ладно. Я вижу, ты ни хрена не понял. Здравия желаю. А Соколову я тебе в наряд не дам. Козел, блин. Закрыто, никого нет уже. Да что ж такое-то, а? Здрасте. А дайте мне, пожалуйста, водички. У меня закрыто, у меня переучет. Понятно? Ой, а че это вы так... А че? Я на базу еду за товаром. Иди отсюда. Да иди в чертой матери. А ха-ха у него. Да что вас не кормят? Ой, мамочки, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Ничего, ничего. Я вот зашел пораньше, конечно. Ну и отлично, потому что я готова уже. Да. А вы же вроде как только через час. А я план перевыполнила. Так что можем идти уже. Да. Ну, вы такая... Какая? Ну, в этом во всем, ну, как-то... Не нравится, да, вам? Да вы что? Нет, нет. Просто супер. Правда. 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 Ну, все. Давайте. А... Идите меня в ваше культурное заведение. Эй, пусть лежит. Вот так. Ируня. У нас был налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может, не наш дом? Наш. Может, этаж не наш? Просто заходил Сережка, поиграли мы немножко. Ира, ну, что опять случилось? Это что? Где ты его взяла? Я тебя спрашиваю. Что это? Это пистолет. Боевой. Молодец. Умный мальчик. Так, слушай, где ты его взяла? Стоять. Тихо, 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 Ира. Спокойно. Спокойно. Что случилось? Мразь. Ты украл пистолет. Подставил Медведева. Чтобы я потом... Положи пистолет. Скотина. Я говорю, положи пистолет, пожалуйста. Гадина. Пистолет положи. Ненавижу. Положи пистолет. Сидеть. Тихо, тихо, Ира. Спокойно. Я сел. Я сижу. Спокойно, Ира. Это великий Гоя. Ну, а здесь женщина нарисована. Гоя – это автор. А-а-а. А картина называется «Обнаженная маха». А-а-а. Это что ж получается? Он ее с натуры рисовал, что ли? С натуры. Гоя. 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 Нет, я одного не пойму. Как вот этот маха? Ну, разрешил, чтобы его жену в таком виде. Нет, ну, маха – это в переводе женщина. Валер, можешь мне вам один вопрос задать? Да-да, конечно. Задавайте. Я очень хорошо знаком с творчеством Гоя. Скажите, пожалуйста, вам такие женщины нравятся? Ну, конечно. Тише. Ну, это же… Это же мировый шедевр. Классик. Подождите немножечко. Ну? Ну, мы похожи с ней, правда? Да. Только не надо говорить, что тебе его подбросили! Спокойно. Спокойно. Хорошо, я тебе могу сказать всю правду. Ира, мне очень неприятно, но я выполнял поручение особого отдела. Спокойно, Ира, спокойно. И колбаса раз в год стреляет. Это пистолет все-таки. Да, действительно, особый отдел иногда устраивает подобные мероприятия. Я лишь часть этой проверки, Ира. Что ты несешь? Ирочка, ну, это долгая история. Давай, сейчас успокойся. Ира, давай, сядь, сядь. Мы с тобой все спокойно обсудим. Да отдай же ты пистолет! Дура! Дура! Олежка, а здесь выставлен Пикассо. Олежка! Кто? Пабло Пикассо. Какой-то у меня темный. Смотри, вот девочка на шаре. Смотри, шматко тоже своей приперся. Ну? Ну, пришел, хорошо, пришел. Смотри. Николаевич! Привет! Значит, мы тоже. Ты искусство нас потянул, да? Евелина Григорьевна? Здрасте. Здрасте, товарищ лейтенант. Здрасте, товарищ старший прапыч. А мы это самое... Мир такие, да! Да, особенно мир искусства. А вас Маша зовут, да? Мария. Очень приятно. Я вас концерт запомнила. Мы же рядом сидели. А, да-да-да-да-да-да. А вы, значит, приучаете Николаевича к искусству. Это правильно, чтобы картины смотрел, книжки читал. Опять же такие. Ну-ка дай посмотреть, что там. Это, а, это вот... Энциклопедия будущей мамы. Николаевич, мы ждем ребенка, что ли? Нет, самое соседи попросили купить. Я говорю, ну хорошо, куплю, куплю. Николаевич, ну чего ты, ну все свои. Ну давай, рассказывай. Я серьезно говорю, Маш, вот скажи. Вот соседи попросили, да, купи, купи. Вот я и купил, сейчас бежать надо нам. Это самое опоздающе. Дорогой. Людечкишка ждут, надо бежать. Всего доброго. Иди, Маша. До свидания. Иди, Маша. До свидания. До свидания, товарищ Старший Прабович. Эвелина. Ну что, может мы тоже пойдем, а? Так мы же еще и половины не посмотрели. Ну мы даже досмотрим. А то я... Я еще не ужинала. А, а здесь буфет есть. Кофе с булочкой. А? Кофе с булочкой. Ну, у меня с собой зарплату послезавтра. Пошли, я покажу место, где дают в кредит. Итак, Рота, еще раз. Слушай мою команду. 45 секунд. Отбой. До трех скрипов. Оп. Тишина пошла. Раз. Два лавров. Три. Рота, подъем. Лавров. Лавров, ты че ерзаешь? Че тебе не спится? У тебя кровать хуже, чем у других? Или, может, у тебя блухи? Или, может, плохо моешься, Лавров? Еще раз, Рота. Отбой. Умерли все. Лавров, раз. Два лавров. Три. Рота. Рота спит. А ты, Лавров, надевай сапоги. У нас с тобой индивидуальная программа. Приступим? Здесь так много всего. Я даже не знаю, с чего начать. Так, я предлагаю тогда сводочки. Да? А, а я тогда, если можно, сок. А если нельзя? Эвелин, мне лучше не пить. Нам всем лучше не пить. Но иногда лучше выпить. Ну, пожалуйста. Так, Валерий, я не понимаю, вы меня хотите споить? Нет, ну что вы. Давайте, берите. Давайте, берите. Тем более, у меня очень хороший тост есть. Я предлагаю выпить за искусство. Высокое искусство, которое сближает людей. Давай, Лавров, давай. Еще десять раз ты будешь спать, как убитый. Ни одна пружина не скрипнет. Испортился ты, Лавров, за последние пять лет своей жизни. Только исправляться не хочешь. Ты вот скажи, тебе лейтенант Смольков новое полотенце выдал? Ну, нет. Ну, вот. А сколов чуть было, два наряда не дал. Медведев, чай закипел. Иду. Ты помил, Лавров. Я не мчусь здесь за то, что меня дрючили, когда я духом был. Я просто здесь понял кое-что. И знаю, как этому научить таких, как ты. Продолжай. Здорово. Предлагаю тост. За искусство. Так мы ж пили уже. Нет. Я предлагаю выпить за ваше кулинарное искусство. Вам понравилось? Да. Это шедевр. И все, что на этом столе, это шедевр. И вы, Евелина, это шедевр. Спасибо. Господа офицеры, предлагаю выпить за ПЗД. А шо это такое? За присутствующих здесь дам. А-а-а. И с локтя. Ой, не надо, Валер, не надо. Надо. Офицер всегда пьет за даму с локтя. Ой, давайте. Заркова. Мадемуазель, разрешите пригласить вас на танец? Ой, не надо. У меня музыки нет, у меня магнитофон сломался. Это не проблема. Позвольте. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвело тогда чувство яркой, нежной любви. Как хорошо поете вы. Да. А я, между прочим, был родным запивалой училища. Да. И лучшим по строевой подготовке. И меня даже приглашали в роту почетного караула. Не верите? Верю. А я вам могу продемонстрировать. Я верю, Валера. Давайте сядем. А я все равно продемонстрирую. Присядьте. О, господи. Ну, Валера, ну не надо. Так, командуйте. Я не буду. Ну, садитесь, ну, пожалуйста. Ладно. Тогда я сам. И левой, правой. Раз, два, три, и раз. Другом, и раз, и два, Валера, садитесь. Валера. Ну, все, спасибо. Я посмотрела. Спасибо. Отлично. Ну? За ПЗД. Чего? За ПЗД. А, за... Ну, да, я поняла. Ну? Ну? Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Золотая моя Москва. Валера. Валера. Валер. Валера. Валера. Валерочка, пора вставать. Пора на службу. Валера. Валерочка. Ну? Пора вставать. Пора на службу. Почему я здесь? А мы ничего не помним, что ли? Валерочка, тихо, тихо, тихо. Вы ничего не помните, что ли? Нет. Мы вчера ужинали. Тихо, 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 тихо. Я пил? Ну, так, немного. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну-ка. Простите меня. Простите за все. Ничего не случилось. Все было хорошо. А я вчера с локтя пил? Нет. А я вчера маршировал? А почему вы должны были маршировать? Ну, вы знаете, я когда выпью, на меня обычно спиртное как-то неадекватно действует. Неправда. Очень даже адекватно. Первые два трассирующие. А зачем? Просто мне так захотелось. Чтоб ты видел, куда стреляешь. Трассеры светятся, и ты видишь, куда пули летят. Так, это всем понятно? Так, точно. И без команды, магазин, к автомату не примыкать. Следующий. Это трассирующие. Первые два. А вот эти трассирующие? Вот эти. А что они не светятся? Слушай, Папазоглова, ты один такой самородок? Или у вас там все такие? Первые двойны, огневой рубеж. Бегом марш. Товарищ эфрейтор, вы это, извините меня? За что? Ну, что с полотенцем так получилось? Товарищ эфрейтор, честное слово, Смольков первый спросил. Да ладно, забыл уже. Слушай, а что ты меня все время называешь, товарищ эфрейтор? Меня Кузьма зовут. Ага. Младший сержант Медведев услышит. Будет мне Кузьма. Не, лучше предохраняться. Да ладно, это ты там в части предохраняйся. А тут в оцеплении можешь себе позволить. Понял. О, ты что так рано-то? Позавтракать, небось, не успел. Привет, Эвилина. Здорово. А дети пойдут, вообще ничего успевать не будешь. Угу. Ну, что, сболтала всем уже? Никому я ничего не разболтывала. Что, никто не заходил? Зубов только заходил, и все. Зубов-то ладно, че с ним? Он и так все знает. Слушай, я смотрю, он не удивился совсем, на чем знает, да? Значит, больше никто не заходил, точно? Никто. Ну, и отлично. Значит так, у меня к тебе просьба такая, Эвилиночка. Ты можешь никому не рассказывать о моей тайне? А я никому не буду рассказывать о твоей. А какая интересная у меня тайна. Худенькая тайна, усатая и ушастая, из нашей роты. Ой, 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 ой. Да беги, да рассказывай, кому хочешь. Между прочим, мы в галерее чьи с лучами встретились. А вот дети, это уже серьезно. Какой срок ты уже? Маленький. Очень маленький. Поэтому еще не хотелось бы об этом трепаться. Кто и знает, че там. Не дай бог, склазит. Ладно, успокойся, че так разошелся-то? Я могилу, ты меня знаешь. Знаю. Тебя-то я хорошо знаю. На вот. Че тебе дать? Ничего мне не надо. Это за твою молчаливость, понятно? Так, заберите. Не надо, Эвелина. Запомни, я в тебе ценю. Твою совесть, а не твой язык. Николаевич, забери деньги. Нет. Николаевич, забери деньги, я сказала. Через восемь месяцев отдашь. Все. Засранец. Ты где ночевала? Ира, где оружие? В надежном месте. Ира, хорошо. Прости меня, пожалуйста. Я согласен. Я совершил дурацкий поступок. Как мальчишка. Поверь мне, я это сделал только для того, чтобы мы были вместе. Так, чего ты хочешь? А хочу я, чтобы все узнали, какой ты подонок. Понял. Только ты ничего не докажешь. Ясно? Между прочим, на пистолетике твои отпечатки, а не мои. Слушай, а может, ты мне его подбросила? Это значит, ты вышла замуж за подполковника, на все готовенькое, и решила мужа посадить. А квартира и все остальное жене останется, да? А ты еще хуже, чем я думала. Так, ну ладно, хватит. Все мы не святые, включая тебя. Давай разговаривать, как взрослые люди. Ириша! Никакая я вам не Ириша. Ты... Ты мне всю жизнь поломал. Хорошо, давайте так, Ирина Дмитриевна. Давайте попытаемся все-таки сделать вид, что ничего этого вообще не было. И даже наша свадьба с вами, это, так сказать, неприятный эпизод, который надо высеркнуть из нашей жизни. Все, я согласен на развод. Ирина Дмитриевна, вы возвращаете мне оружие. Я и так с тобой разведусь. А пистолет-то ведь улика? Чего? Улика? Очень слабенькая у вас юридическая позиция-то, Ирина Дмитриевна. А какое преступление я совершил? Медведев на свободе, пистолет-то мой. Он лежал у меня дома. Факта пропажи не зарегистрирована. А вышли вы за меня замуж от большой любви. На свадьбе это все видели. Так что извините меня, все в рамках закона. В моих действиях состава преступления нет. Какая же ты... Так, ладно, я знаю, знаю, Ира. Не надо повторяться. Детей у нас нет, делить нечего. Мирно, тихо, спокойно, через ЗАГС. Давай пистолет, и мы разводимся. Завтра же. Давай пистолет! А пистолет ты увидишь. Только после развода. Товарищ сержант. Нестер, ты чего вскочил? А у меня автомат не стреляет. Опусти оружие! Опусти оружие, Нестеров! Что? Барал ствол опусти! Тебе сколько раз говорили, не направлять оружие на людей! Товарищ сержант, да в нем патрон заклинило. Он бы даже гипотетически бы не выиграл. Я сейчас гранату тебе в трусы засуну, а ты будешь думать, бывает она ли учебная, гипотетически. Отставить, Медведев! Вызывали, товарищ полковник? Да, проходи. Что-то случилось? Да, пока что нет. Вот, вот ты понимаешь, тут такое дело, супруга твоя, Ирина Дмитриевна, рапорт подала. Какой рапорт? С просьбой перевести другую часть, так сказать, на новое место службы. По семейным обстоятельствам. Первый раз слышу. Ерунда какая-то. Виктор Романович, ты уж извини, но я как-то обязан поинтересоваться, как у вас там на личном фронте. На личном фронте, товарищ полковник, как у всех. Бои местного значения. Ну, а с этим-то что мне делать? Ну, товарищ полковник, вы женщин не знаете. Да перебесь, это все нормально будет. Да? Я вас уверяю. Ну, ладно, будем надеяться. Да. Ну, я, знаете что, ну, вы, мы-то здесь как-то ни при чем, понимаете? Да нет, я понимаю, я понимаю. Детишки пропали. Звоните в милицию. Что там? Да вот, детишки деревенские пошли утром в лес за грибами и до сих пор нет. Просят прочесать район. Да ну, перестаньте, товарищ полковник. Время три часа. Найдутся. Да? Ну, будем надеяться. Вот я говорю, народ, да, товарищ полковник? Звонят командиру части, как будто у нас других дел нету. В полюс уходить цепью и кричать ау-ау. Разрешите идти? Да, иди. Иди, иди, иди. Алло, дежурный. Товарищи крейтер. Ну, Лавров. А, ну да, Кузьма. Что это там? Ну-ка, дай сюда. Это ж дети. Куда они прутся? Там стрельбище. Они что, не слышат? Эй, назад! Лавров, че стои? Назад! Назад! Эй, стой! Называй полигон. Назад! Первый. Первый. Первый, ответь. Мать ваша, куда ж вы под пули-то лезете? Первый. Ну что? Да полигон не отвечает. Блин, давай сюда. Первый, первый. Первый. Че, Василюк, тащишься? Первый. Нифига себе. Это ты как сделал? Переходничок поставил. Со стороны кажется, что раз услушаешь, а на самом деле музыку. Вот это тема. Дай заценись. Конец фильма. Вот это вещь. Поеду в отпуск, диск куплю. Первый, первый. Я четвертый. Прием. Первый. Да что ж ты? Алло, первый. Они либо глухие, либо слепые. Что ж такое? Ладно, Лавров, продолжай вызывать. А я туда. Товарищи принесли. Кузьма, может не надо? Не надо что? На. Стой. Эй, стоять. Да что ж такое? Детишки, детишки, детишки. Детишки. Дежурный. Позвони на стрельбище, предупреди, что там могут появиться дети. Какие, какие? Маленькие. Две ноги, две руки. Да, и скажи, чтобы глядели в оба. Дети глухонемые. Глухонемые. Выполняй. Шухер. Только что из штаба звонили. Ну как тут? Все спокойно? Так точно, товарищ лейтенант. Тишина и порядок. Ага, ага. Да. Вызови мне внешнее оцепление. Ну? В чем дело? Сейчас, секундочку. Лавров, ты? Что? Стой! 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 Прекратить огонь! Прекратить огонь, я сказал! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Черт. Так, Медведев. Возьми людей быстро туда. Четверо со мной. Рацию мне. Вас целых полчаса вызывали. Почему не отвечали? Товарищ лейтенант, смотрите, встают. Похоже, не зацепило. Так же и до инфаркта можно дойти. Черт! Я у тебя спрашиваю. Почему внешнее оцепление не могло связаться с полигоном? У нас питание село. Да? А потом сразу заработало. Мы периодически отключали. Кабанов, ты сколько служишь? Ты кому тут бабушку лохматишь? Отключали они. Ты что, дух зеленый? Чья обязанность? Аккумуляторы проверить? Моя. И что? Ты хоть понимаешь своей башкой, что могло случиться непоправимое? Между прочим, твой товарищ у вас койки рядом. Жизнью рисковал. Слава Богу, что все целы остались. Значит так. Тебе там командир части вроде отпуск объявлял. Так точно. Боюсь, что ты в него уже съездил. Тихоня, кто б знал. С чем? Ну, хоть бы сказал, кого ждешь. Пацана, девчонку. Так уж. Да ладно. Пацана давай. Девок и так полно. Солдат. Ну, ты что? Ё-моё. Ну, шматко. Здрасте. Ты даешь. Нет, я понимаю, командир части не знает, но заместитель по воспитательной работе должен знать. Так а... Такие вещи надо сообщать. Поздравляю. Спасибо, товарищ подполковник. Ё-моё. Товарищ старшина. Товарищ старшина. Чего тебе, Соколов, а? Тут вам продавщица из Чипка просила сто рублей передать. Блин. Твою мать, трепло. Что-то случилось? Ничего не случилось. Расслабься, Соколов. Товарищ старшина. Чего тебе надо? А правда говорят, что у вас скоро ребенок будет? Соколов, пошел ты знаешь куда? В Чипок, блин. Значит, правда. Здравствуй, небо в облака. Здравствуй, юность в сапогах. Пропадет.